уважаемый владимир владимирович здравствуйте я семён слепаков российский поэт и сценарист извините меня за наглость но я с чем необходимым записать это обращение я знаю что вы не пользуетесь интернетом но возможно кто-то из вашего окружения все-таки покажет вам этот ролик и вы его увидите владимир владимирович в эти дни звучит множество слов и мнений по поводу вашего решения как правило они очень категоричные и часто прямо противоположные этих людей можно понять сложно сдерживать эмоции молчать когда происходит то что происходит тем не менее мне кажется что важнее всего сейчас не просто выговориться а найти нужные слова для того чтобы быть услышанным я подумал чтобы я сказал лично вам если бы вы уделили мне несколько минут вашего времени как ни странно я начал бы с того какую важную роль в нашей жизни играют культура и творчество сейчас я объясню что имею в виду владимир владимирович мы с вами родились и выросли в одной большой стране под названием советский союз я там жил чуть меньше вы чуть дольше сейчас не имеет значения конечно в этой стране было много проблем и недомолвок но было и то что нас всех объединяло очень мощную роль в этом объединении играла именно творчество мы пели одни и те же песни смотрели и знали наизусть одни и те же фильмы смеялись над одними и теми же шутками владимир владимирович я знаю что у вас хороший вкус и чувство юмора я уверен что нам с вами дороги одни и те же советские писатели артисты музыканты и юмористы к сожалению большинства из них сейчас с нами уже нет но именно их творчество сделала нас теми кто мы есть тонкими полноценными людьми способными сопереживать смеяться и любить дорогой владимир владимирович как вы думаете что испытали бы все эти любимые нами деятели культуры если бы увидели то к чему мы все сейчас пришли чтобы почувствовал михаил михайлович жванецкий который родился и вырос в одессе и с которым вы лично дружили и произведение которого вы наверняка очень любите он проводил каждое лето в одессе вплоть до самой смерти как бы на это посмотрел владимир семёнович высоцкий песни которого вы наверняка знаете на изусть фильм место встречи изменить нельзя с легкостью можете цитировать его военные песни являются частью нашей патриотической культуры если бы владимир семёнович писал песню о военной операции в украине то мне кажется что вряд ли его посыл был бы таким же каким он был в тех его военных песнях могли ли себе такое представить юрий никулин евгений леонов георгий вицын андрей миронов анатолий попанов эльдар рязанов владимир меньшов леонид гайдай олег даль над работами которых все мы столько раз смеялись и плакали многие из них были фронтовиками и сражались с фашистами бок о бок с украинцами аркадий борис стругацкий а александр исаевич солженицын которого вы лично называли истинным патриотом россии думаю что этого они бы себе представить не могли вы наверное ответите что они были бы не менее шокированы тем что происходило в последние годы на донбассе это правда но не уверен что это для них оправдало бы то что происходит в украине сейчас уважаемый владимир владимирович я знаю что вы чтите память наших предков и наше духовное наследие прошу давайте из уважения к памяти тех кто сделал нас лучше добрее и чище найдем какой-то другой выход из этой чудовищной ситуации я понимаю что все уже зашло очень далеко но вас же наверняка получится что-то изменить если вы сочтете это необходимо ведь мы с украинцами это одно культурное целое и нам не надо объяснять друг другу то чего никогда не поймут наши западные партнеры каких раков надо брать по три или по пять что такое руса туриста облика морали почему правдом друг человека а также почему у нас всех щемит душу когда хриплый голос просит коней скакать чуть помедленнее вдоль обрыва уважаемый владимир владимирович прошу вас не дайте нам всем упасть в ту пропасть которой пел владимир семенович пожалуй сейчас во всем мире это способны сделать только вы спасибо за внимание